Качество асфальтобетонного покрытия дорог области Улатау теперь проверяют в собственной специализированной лаборатории. Ее открыли на базе областного филиала Национального центра качества дорожных активов. До этого пробы на исследование возили в Караганду. Елизавета Шалина расскажет подробнее. Если спросить рядового жасказганца, какие дороги в городе нужно отремонтировать, он не задумываясь ответит все. И такая оценка справедлива. В областном центре действительно большая часть автомобильных дорог находится в плачевном состоянии. Да, делают дороги, но то, что сделали, совсем мало. Очень мало. Большинство, 90% дорог. Ужасно. Никуда не годится. Дороги у нас очень испорченные. Я постоянно езжу на такси. Дорога ездишь как по степи с ухабами. Каждый таксист, с которым я езжу, все они жалуются на эту дорогу. Хотелось бы, чтобы в первую очередь отремонтировали улицу Абай, одна из главных улиц города в очень плохом состоянии. И уже не первый год. В этом году планируют отремонтировать дороги на 57 улицах жасказгана. Основная их часть расположена в частном секторе, там, где ранее проводили замену коммуникаций. Есть в списке и главной дорожной артерии города. На проведение ремонта автодорог из областного и городского бюджетов выделили больше 4 миллиардов тенге. Около миллиарда тенге затратят на ремонт дорог во дворах 10 кварталов города. За нами были заключены договоры на средний ремонт 56 улиц, то есть кроме улицы Абая. Так как на данный момент проводятся государственные закупки по среднему ремонту данной улицы. Работу выполняют с 5 поставщиками. На данный момент работа закончена на 6 улицах города. Качество уложенного асфальта и используемых стройматериалов проверяют в областном филиале Республиканского государственного предприятия Национальный центр качества дорожных активов. В регионе его открыли в прошлом году. Сейчас сотрудники предприятия производят отбор проб для проведения лабораторных исследований. После отбора кернов каждому керну присвоится свой аксфелокваркот. При присутствии заказчика, подрядчика и технодзора. И ложится зип-пакет для скрытия тока лаборатории. Специализированная лаборатория у предприятия появилась совсем недавно. Раньше пробы приходилось отправлять в соседнюю область, что сказывалось на сроках. В лаборатории имеются все необходимые оборудования для работы. Штат укрептован. Лаборатория будет расширяться. При расширении все оборудования будем закупать. То, что не хватает для дальнейшего испытания. Кадровый вопрос – главная проблема. Все работники лаборатории – специалисты из других регионов. В области найти необходимых сотрудников не удалось. Так что в отрасли сейчас активно привлекают местную молодежь из числа выпускников школ региона. Ильза Тешальна, Нурболзик, ПАВ24КЗ, область, Улотало.